Запреты не действуют, наказания не пугают. Амичи требуют закрыть нелегальные точки продажи спиртного. Очередной митинг горожане устроили у здания Следственного комитета региона. По мнению амичей, полиция не справляется с бутлегерами, которые открыто торгуют водкой без акциза. Магазины закрывают, но спустя несколько дней торговля возобновляется. Дмитрий Ковалев продолжит. Тут нет вывески и графика работы. Стальные двери открыты круглосуточно. Полицейские много раз закрывали магазин. Изымали тысячи бутылок горячительного с поддельными акцизными марками. Но местные жители продолжают закупать алкоголь именно здесь. Дешево и сердито. Спиртное теперь не продают из форточки. Продавцы нелегального алкоголя обустраивают небольшие магазинчики с отдельным входом, витринами и даже камерами видеонаблюдения. Торгуют не только в розницу, но и оптом. Амичи, вышедшие на митинг, рассказывают. Уголовные дела не расследуются, а штрафы быстро окупаются. В некоторых точках даже выстраиваются очереди. Люди специально приезжают сюда за спиртным. Раздают рекламы о том, что привезут этот алкоголь домой. Телефоны раздают. То есть вот такая ситуация. Город спаивают. В буквальном смысле этого слова. Продают водку даже детям маленьким. Подходят дети, покупают эту водку. Никто у них никаких паспортов не требует. Кому они там берут, сами пьют или кому-то наливают. Говорить о наличии у продавцов лицензии на продажу спиртного не приходится. Полицейские тоже запретить легальный бизнес не вправе. Закон позволяет лишь изъять у торговцев алкоголь и выписать штраф. Максимальная сумма – 2000 рублей. Издержки окупаются за час. Мы должны говорить о комплексных задачах, которые должны исполнять, в первую очередь, контролирующие органы. Это МВД, это прокуратура, это исследовательный комитет. Но также мы должны говорить о регулировании алкогольной отрасли. В частности, я говорю про колодство региона и о возможности правильно регулировать и контролировать такой социально опасный продукт. Продажа алкоголя без лицензии – бизнес, естественно, незаконный. Для продавцов это всего лишь штраф в несколько тысяч рублей. Поэтому точки по продаже контрафактом закрываются максимум на несколько дней. Эксперты уверяют, единственный способ ликвидировать теневой алкогольный рынок – ужесточение наказания, вплоть до лишения свободы. Дмитрий Ковалев и Александр Рябуха. Новости здесь, Омск.